Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал и маркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря несколько очень важных релизов по США. Статистика крайне важна сейчас, потому что мы ее пропускаем через вероятность изменения ключевой процентной ставки в июле, да и в принципе до конца этого года. И пытаемся на основании этого спрогнозировать те изменения, которые могут произойти с курсом американского доллара. Сегодня в 12.30 по GMT ждем годовые данные по ВВП США, первичные заявки на пособия по безработице и еще отчет по основному индексу расходов на личное потребление. Это, скажем так, индикатор потребительской активности. Косвенно он позволяет судить показатели инфляции. Ну только косвенно, конечно же. Лучше дождаться уже объективных цифр по инфляции, которые по сути выйдут уже через две недели. Ну и эта статистика, которая сегодня будет опубликована, поможет нам еще раз убедиться в том, что рынок вероятности, вот так выразимся, повышения процентной ставки очень чувствительный сейчас к макроэкономическим данным. Индекс доллара сейчас котируется на отметке 102.80. Это максимум за несколько недель. И доллар, да, сейчас развивает восходящую динамику, получая поддержку со стороны тех релизов, которые вышли буквально день назад. Это заказом товара длительного пользования. По факту цифры показали рост заказов на 1.7% против прогноза снижения на 1%. Выросли продажи домов на 12.2%. Это максимум за год. И еще один сильный отчет по доверию потребителей Conference Board 109.7. Показатель роста со 102.5. Такое ощущение, что прям кто-то очень хотел, чтобы доллар воспользовался вот этой локальной поддержкой и выкатил позитивные релизы буквально по все фронта. FedWatch оценка вероятности повышения процентной ставки сейчас составляет 81.8%. Начинали эту неделю, по сути, с 70 с небольшим. В то же время аналитики UBS все равно прогнозируют то, что американская экономика не сможет избежать рецессии в этом году. Но их ожидания по экономическому спаду сейчас едут на четвертый квартал. Я считаю, что пока рано судить о том, что она прям может наступить. Ну, по крайней мере, нужно сейчас дождаться данных по ВВП, которые как раз и покажут нам, насколько продолжительным является уже вот этот квартальный спад. Напомню, что снижение в целом с пиковых локальных максимумов по показателю ВВП в рамках американской экономики началось еще с третьего квартала прошлого года. И в рамках первого квартала сегодняшние цифры, которые нам и подсветят как раз то, насколько расширилась американская экономика, мы ждем рост на 1,3%. Это минимальный показатель за три квартала. В целом, по вот этой нисходящей тенденции можно будет говорить о том, что экономика явно утратила импульс роста и постепенно приближается вот к этой важной нулевой отметке, которая отделяет восстановление от рецессии. UBS также, если оценивать их прогнозы, допускают, что ставка начнет снижаться уже в первом квартале 2024 года. И в целом в рамках 2024 года она будет скорректирована, снижена на 175 батисных пунктов. Вчерашнее выступление Паула. Ничего нового, ничего интересного. Я бы даже сказал, мы не услышали. Рынок, конечно же, интересует конкретика. Никто не сомневается в том, что ФРС точно пойдет на еще как минимум одно повышение процентной ставки. Но все хотят понять, это будет только лишь разовая акция до конца этого года или ФРС может все же решиться на несколько повышений процентной ставки. Пока конкретных ответов от представителей Федрезерва, от Джерома Паула, несмотря на его частые выступления, сейчас это на форуме в португальской синтрии, ничего конкретного мы не услышали. Поэтому приходится работать с тем фоном, который сложился ранее, то, что все зависит от макроэкономических данных и от конкретных условий, которые складываются, формируются в рамках американской экономики на момент каждого заседания. Снова резюмируем, что статистика имеет сейчас первоочередное значение, тогда будем ее детальнее анализировать. И сегодняшний день, как я отметил, это непростой день, это куча релизов. И по прогнозам, кстати, годовые данные по ОВП, как уже отметил, цифры будут не так уж и радующими. Опять же, покупатели 1,3% это скорее даже слабый отчет. По первичным заявкам на пособие по безработице потенциально мы можем увидеть максимум за последние 4 недели. Ожидается их рост на 265 тысяч. И если подведет еще и индекс основных расходов на личное потребление, то тогда будет идеальный фундамент, чтобы сегодня рынок начал все-таки переосмысливать ожидания в плане агрессивных действий Федрезерва по дальнейшему разгону ключевой процентной ставки. И в итоге, если данные выйдут в соответствии с ожиданиями, сегодня американская валюта может перейти к снижению. По остальным финансовым активам. Нефть 74 доллара за баррель. Рынок по-прежнему под влиянием противоположных факторов. С одной стороны, это опасения, связанные с замедлением китайской экономики или, перефразирую, недостаточными темпами экономического установления. Но есть и куда более, на мой взгляд, значимый позитивный фон, который связан с значительным сокращением предложения нефти. Учитывая, что буквально с 1 июля Саудовская Аравия дополнительно сократит производство еще на 1 миллион баррелей в сутки. Есть также отчет по запасам нефти США. Вчерашние цифры от администрации электрической информации показали, что запасы снизились на 9,6 миллиона. Это один из самых значительных показателей спада за последние несколько месяцев. Ранее я уже отмечал, что летом обычно запасы снижаются, потому что это период повышенного спроса на топливо, топливо, бензин, дизель, который, разумеется, делается из нефти и в связи с этим логичным образом сокращаются и запасы. По цифрам тоже вчера говорил, что впереди День независимости, большой праздник в США, 4 июля, это следующий вторник. Как правило, в этот период времени значительно увеличиваются поездки американских граждан, ну просто туристической активности. И сейчас ожидается, что поток автомобильный трафик может вырасти до показателей 2019 года, то есть тех, которые мы видели до ковида. Это тоже найдет, должно найти свой отклик в положительной динамике котировок нефти, поэтому я рассчитываю, что уже на этой, на следующей неделе мы все-таки закрепимся выше 75 долларов за баррель. Британская валюта 1,2621. Если, друзья, сомневаетесь в том, что фунт заряжет на рост из-за последних действий Банк Англии по росту процентной ставки на 50 байсных пунктов, то тогда вам, наверное, не нужно сейчас удерживать позиции по этому инструменту. У меня нет никаких сомнений. Я, правда, вчера ждал от Белли больше конкретики на его выступление на форуме Европейского Центрального Банка, но Белли говорил лишь о макроэкономической стабильности, о том, как плохо инфляция влияет на экономику в целом. Но не смогли его все-таки вывести на конкретные заявления о планах по дальнейшему росту процентной ставки. Но я думаю, что сам факт и акцент Белли на необходимости решения проблемы с инфляцией доказывает то, что Банк Англии будет вынужден дальше повышать процентную ставку. Доллар канадец 1,2267 текущие котировки. Ждем, соответственно, 3267, прошу прощения. Ждем данные по ВВП. Канада, которая выйдет завтра, отчет обещает показать нам лучшие цифры за последние 4-5 месяцев. Рост может составить на 0,2%. И на этом фоне, еще и при условии дальнейшего роста цен на нефть, канадский доллар может укрепиться. Золото 1904 доллара за Атройскую унцию. Впереди очень важная поддержка 1900. Поскольку я покупатель по золоту, надеюсь, что этот уровень выстоит. И сегодня как раз у нас будет возможность проверить на прочности это значение, потому что куча релизов по штатам, которые точно спровоцируют повышенную волатильность по данному инструменту тоже. И пара доллар-иена 144,50, 50 пунктов до психологического уровня 145, на котором Банк Японии в прошлом году и проявил активность по валютным интервенциям. Ранее, буквально два дня назад, Минфин подтвердил, что очень внимательно следит за курсом. При чрезмерном давлении на национальную валюту будет готов вмешаться. Мне кажется, это прямо и есть заявление о скорых валютных интервенциях. Буду рисковать, друзья, уже отложка там. Я рекомендую смотреть на значение 145-146. Потенциально с этих уровней может последовать довольно неплохой откат. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!